Этот поистине святой день, 1 сентября, день мира, день знаний. Даже ни погода не в силах омрачить его, а вот испортить этот праздник некоторые обстоятельства могут. Мы в средней школе 78 Приволжского района города Казани, в восьмом микрорайоне вторых горок. Дорогие ребята, в прошлом году мы выпустили три десятых класса. В них у нас закончили, значит, эти классы 11 медалистов. Напротив нас заложен нулевой цикл новой школы, но он не сдан еще, и в этом году школы не будет. И будет ли она на будущий год, мы тоже не знаем. Десять лет мы ждем, может быть, еще десять лет прождем. Но хотелось бы, чтобы строители все-таки нас услышали и помогли нам. В каких только инстанциях не побывали представители общественности этого района, вплоть до Центрального комитета партии дошли. Наконец, в 1987 году школу начали строить. Но успев возвести лишь фундамент, строители исчезли в неизвестном направлении. Я вам объясню причину, почему она была отставлена за свидетельством строительных работ. Но в связи с тем, что развернулась крупная строительство в районе Азина, и в одни объекты этого года жены. Мы приняли меры к тому, чтобы ее обеспечить к началу учебного года, и она была введена в первом сентябре. Она же не введена еще? Введена. Вы там были первые сентябре? Введена, введена, введена. Мы, к сожалению, не сдали 10-го. Не была готова школа и 20-го сентября, когда снимались эти кадры. Были заселены и жилые дома в микрорайоне Азина. А что же с объектом 8-29? И сейчас все силы строителей 302, естественно, будут переброшены и усилены работой по школе 8-го микрорайона. И в 1989 году, к 1 сентября, эта школа будет обеспечена вводом. Я сам лично кровно заинтересован, как депутат, избираемый от этого округа. Остановимся вместе с Николаем Григорьевичем на этой высокой мажорной ноте. Хочется надеяться, что на этот раз слово «коммуниста» и «депутата» будет обеспечено делом. Субтитры создавал DimaTorzok